Другим темам. Глава региона Андрей Травников во время командировки в Екатеринбург побывал в нескольких школах столицы Урала, в том числе в гимназии номер 9, одной из самых старых в России. О том, что заинтересовало новосибирского губернатора в уральском образовании, в сюжете Дмитрия Иванова. На посещение 9-й гимназии в плотном рабочем графике Андрея Травникова не больше получаса, и поэтому учителей просят говорить о рабочих вопросах, а не об истории. Но как же ее обойти, если еще в 1852 году построено это здание? А гимназия в нем, по указу Александра II, открылась в 1861-м, год отмены крепостного права в России. Гимназический дух такой, место намоленное. Представляете, вот сколько поколений. Первый выпуск был в гимназии в 1867 году. После революции здесь некоторое время были совнарком, управление железной дороги, госпиталь, но в итоге вернулись гимназисты. Чтобы обучать больше гимназистов архитекторами, решено было сделать перепланировку. Букву «П», в виде которой было здание, замкнуть в прямоугольник, а пространство внутри перекрыть. Раньше, еще до революции, здесь был школьный двор. Гуляли дети, это было поливаемое дождем пространство. А сейчас здесь появилась стеклянная крыша, и теперь здесь, пожалуй, самая необычная в России школьная столовая. От пола до потолка 23 метра. Таких стеклянных крыш атриумов в итоге получилось три. Над столовой, лекционным и хореографическим залами. После перепланировки добавились еще треть площади и 15 кабинетов. Андрею Травникову это интересно прежде всего как руководителю рабочей группы образования в Госсовете. Премьер-министр поручил ее участникам разработать такие санитарно-эпидемиологические нормы, санпины, чтобы все пространство школьных помещений использовалось максимально эффективно. Я об этом не один раз нашим коллегам-педагогам говорил, что мы сегодня строим большие, красивые, просторные, объемные здания. И очень важно, чтобы каждый уголок, каждый квадратный метр этих зданий использовался для образовательной, для учебной, внеклассной деятельности. И вот коллеги из Екатеринбурга показали, как они это делают. После того, как внутренний двор был переоборудован под учебные помещения, в относительно небольшой по площади гимназии смогли учиться почти тысячи человек. Первоначально к зданию хотели настроить и четвертый этаж, но менять фасад федерального памятника культуры запрещено законом. Ведь некоторые предметы, как, например, эта чугунная печная задвижка, помнят еще середину XIX века. Дмитрий Иванов, Борис Гладких, Екатеринбург, Новости ОТС.